Иху! Всем привет! А сегодня я буду снимать свое первое болтологическое видео. Но видео не об этом, а о том, как я в течение полугода ездила каждый день на велосипеде. На работу, на учебу, на прогулки и так далее. Исключая, конечно, какие-нибудь торжественные моменты. И, несмотря на дождь, погоду, слякоть, ветер, я ездила на велосипеде. Хочу поделиться с вами плюсами, минусами, стоит ли это делать, не стоит это делать. Люди, конечно, разные, но лично я вообще ни капли не пожалела о том, что я приобрела велосипед и о том, что я вообще начала практиковать езду на велосипеде. Давайте сначала расскажу о плюсах. Их намного больше, чем минусов на самом деле. То есть плюс номер один – экономия. Если вы ездите куда-то хотя бы один раз в день туда-сюда, это уже минимум 50 рублей. Я езжу, учеба, работа, учеба, возможно, танцы, потом домой. То есть это в день около 100 рублей, если даже не больше. Второй плюс – это, конечно же, здоровый образ жизни. Тот факт, что вы постройнеете, станете более выносливые, здоровые. Да, это действительно очень важный пункт. Пункт номер три – это экономия времени. Да, это может звучать как-то странно, но если вам не нужно ехать на другой конец города, то на велосипеде я добираюсь гораздо быстрее, чем на машине и на автобусе. Ну, на автобусе, я думаю, понятно, почему. Потому что пока ты дойдешь до остановки, пока дождешься автобуса, уже доедешь до назначенного пункта. Но на машине быстрее, если это далеко. Если это близко, то это получается даже быстрее или такое же время. Еще как экономия времени, сюда можно включить то, что езда на велосипеде может вам заменить пробежку утреннюю, легкую. Например, вместо того, чтобы пойти пробежаться, вы можете доехать до работы на велосипеде. Но если у вас на работе еду, то это вообще шикарно. Вы экономите времени на том, чтобы сделать пробежку, и на том, чтобы добраться, соответственно. То есть два в одном. Плюс номер четыре – в том, что когда мы едем на работу или на учебу, наша работа и учеба начинаются уже с того места, согласитесь, когда мы уже вышли из дома. Когда мы идем до остановки, едем в автобусе, мы уже, можно сказать, на работе. Это уже напряженная, не очень приятная ситуация. Особенно это автобус, который наполнен полностью негативом, пропитан. Все люди, которые едут в автобусе, очень недовольные, очень какие-то злые, и ты чуть-чуть иногда подпитываешься этой энергией. Когда же я езжу на велосипеде куда-то, то моя учеба или работа начинается с того места, когда я захожу туда. Пока я еду, я наслаждаюсь природой, наслаждаюсь вообще поездкой. Ну, конечно же, если я не тороплюсь. Если я не успеваю, то это немножечко жестоко вот так вот ехать, ехать. Особенно в гору против ветра. Фух. Но это уже другая история. Если же вы выходите вовремя везде, то все супер, все отлично, спокойно едете, наслаждаетесь. По поводу того, что все говорят, ой, я буду потная, я приеду, спотею. В теплое время суток, особенно летом в жару. Если честно, люди, которые едут в автобусе, идут по жаре, всегда обычно намного измученнее и потнее, чем я. Честно. Потому что пока я еду, у меня обдувает сильный ветерок, мне прохладно. Единственное, жарко, то, что когда приедешь. Ну, когда я приезжаю, я же с рюкзаком, у меня есть всегда сменка. Я вытираю влажными салфетками или же полотенцем в крайне, чуть-чуть себя полосну. И переодеваюсь в красивую дамскую одежду. Вот. Это уже переходит в следующий пункт. По-моему, пятый. По поводу одежды. То, что вам все время придется ходить в спортивной одежде. Это, ну, 50 на 50, то, что да, вы по улице, вам придется ехать в спортивном. Ну, иногда можно одеться как-то средненько. Но если уж вам всегда принципиально хорошо наряжаться, то, когда вы едете на супер, скорее всего, у вас рюкзак. Рюкзак вполне вместительный. Туда можно положить и туфли, и платье, и юбку, и косметику. Все, что угодно. То есть, то время, которое вы потратили бы дома наряжать, вы можете приехать, ополоснуться под кранчиком чуть-чуть, вытереться полотенцем, переодеться. Может, подкраситься, если вам надо. И все. Люди, которые сейчас ехали в автобусе, такие измученные, потные, абсолютно неэнергичные. А вы, вы только что приехали, из вас просто прет энергией, потому что внутри кровь вот так бушует. В общем, супер. По поводу негативных моментов. Это усталость. Уже, когда едешь, например, с какой-то тренировки, когда я ездила, тяжело. Если же у вас сидячий образ жизни, сидячая работа, учеба, то это просто супер вариант. Ученые еще не доказали вред, часто езды на велосипеде. Но, исказаясь своего опыта, на пятый месяц у меня уже заболела поясница. Дело в том, что когда мы едем, весь вес приходится нам на крестец. Крестец для этого не очень предрасположен, и поэтому он испытывает перенагрузку. Расскажу сразу же, как же это можно истребить, эту проблему. Очень просто. Подкачиваем поясницу. То есть... В принципе, все. Я очень рада, что я приобрела велосипед. То, что я сделала это, а именно полностью перешла на то, чтобы передвигаться на велосипеде. Я вам тоже рекомендую это сделать. Это реально очень круто. Просто ощущение того, что вы не как другие. Ну, даже не то, что, ой, я такая одна, тут езжу. Не в этом дело. А то, что люди все едут такие недовольные, уставшие в автобусе, а у вас все классно, у вас другой мир открывается. Даже когда дождь был, я одевала дождевик. Люди в автобусе смотрели на меня, ой, бедная девочка в дождь едет. На самом деле, это просто круто. Своя атмосфера. А люди, которые в дождь едут в душном автобусе, думают, о боже, бедная девушка. Ну, на самом деле, они глубоко заблуждаются. А по поводу... По поводу, по поводу... Может, и без повода. А, по поводу того, что велосипеды крадут. А как же этого избежать? Не оставлять велосипед в коридоре, в подъезде. Не оставлять велосипеды надолго, где-то около больших супермаркетов, торговых центров, возле магазинов каких-то мелких даже. Надолго не оставлять ни в коем случае свой велосипед. Я оставлю всегда, где есть камера, где есть оборудованная парковка адекватная для велосипедистов, крепкая. Так что ничего не бойтесь, вперед с песней, воплощайте все свои мысли, желания, силы вам и вдохновения. Ну, а я думаю, что я рассказала все о своем опыте. И вперед! Удачи! У-у-у-у-у-у-у-у-у-у!